Краткая история о том, как мы зашли в GTA 5 RP. Был обычный день недели, вроде четверг. Я был немного уставший и нажал не на ту кнопку. Блядь! В итоге, вместо того, чтобы появиться у дома, я появился в другой части города. Неподалёку был таксопарк. Я отправился туда, чтобы взять машину и доехать до дома. Забавно, но взять машину самому было дешевле, чем вызвать такси. Спустя минуту я ехал в сторону дома. Мне нужно было кое с кем встретиться. Через пару минут я был на месте. У дома тусовались какие-то мутные люди. Вы что, захотели? Чуть позже я узнал, что Эля мутит какие-то тёмные дела с военными. Я предпочёл держаться подальше. Ага, давай, давай, давай. Наконец-то. Они уехали. Ей не понравились мои очки. За это она решила меня ударить. Мне не нравятся твои очки, поэтому я их сняла. Я решил ответить взаимностью. Несколько минут спустя мы успокоились. В прессе появилось какое-то сообщение, где можно было передать поздравление. О, ты можешь отправить мне поздравление какое-то. Этого ещё не хватало. Теперь ещё и поздравлять её с чем-то. Не знаю, просто поздравь с тем, что я есть. Чёрт, она не успокоится. Нужно её поздравить хоть с чем-нибудь. Недолго думая, я вспомнил, что сегодня день дружбы. Отлично. Думаю, это подойдёт. Всё. Теперь, наконец-то, она от меня отстанет. Она достала свой вишнёвый Мерседес, и мы куда-то поехали. Да какого хрена? С каким днём рождения? Блин, на лоб. Мы заехали на кладбище. Нужно было навестить могилу нашего друга. Я решил оставить гамбургер для белок. Ммм, вкусный бургер. Чёрт. Теперь белки останутся голодными. Спасибо за бургер. Время спустя мы поехали в мэрию по каким-то делам. Сделали мы их быстро и шли обратно к машине. Однако там были какие-то черти. А ну-ка... Они пытались сломать и угнать нашу машину. Эля стала кричать. Они испугались. А ну-ка пошли от моей машины. Покакать сел туда ко мне в машину. Надо почистить будет. Мне кажется, он покакал туда. Как выяснилось, один из них успел отложить порцию биологического удобрения прямо на сидении машины. Ситуация накалялась. Мне стало страшно. К нам в машину кто-то залез. Эмм... Поехали. Я с вами. Типичная ситуация для этого штата. Никто не был против. Как тебе можно? Как тебя зовут? Винсент. Его звали Винсент. Мы подъехали к полицейскому участку. К нам подбежали какие-то люди и что-то начали кричать. Здравствуйте. Мы вас опознали. Вы думаете, мы вас не опознаем? Да, это вы были. Это вы в нашу машину стреляли. Да нет, вы стреляли в машину нашу. Я вас тоже опознала. Это вы насрали в мою машину. На тапковом лужке. Черт, какие же они шумные. Судя по всему, это те самые люди, которые насрали в нашей машине. Ты если еще раз сюда подойдешь... Я спрашиваю, вы на тапковом лужке стреляли, нет? Мне похер. На тапковом лужке. Сегодня. 16. Чего несет? 16. На каком тапке ты что несешь? Что тут, черт возьми, происходит? Да, это точно они. Они решили забить нам стрелку на каком-то тапковом лужке. Что это еще за хрень такая? А еще говорят, что я псих. Тапковый лужок, вы что, не знаете? Короче говоря, они сказали, чтобы мы ехали за ними. Нам всем было жутко интересно, что это, блин, за тапковый лужок такой. Минуту спустя, мы и правда приехали на какой-то лужок. Вот это тапковый лужок? Это тапковый лужок. И почему он тапковый лужок? Потому что здесь тапок. Мы когда здесь проезжали, здесь тапок 10 проезжал. Наконец-то мы разгадали тайну тапкового лужка. Я на самом деле не понимаю, что сейчас происходит. Видимо, Эля все еще в состоянии адекватно воспринимать такой большой объем информации. Через полчаса разговаривать будем по-другому. Только обещай, пожалуйста. Все, короче, с вами разговаривать мы больше не будем. Как я понял, намечается какой-то глобальный триндец. Мне ничего не понятно, что такое. 18.00 на тапковом лужке. Все, поехали, гомунку, поехали. Все, давайте, удачи. Мы перенесли встречу. И у нас оставалось 27 минут, чтобы подготовиться. Правда, я так и не понял, к чему именно. Интуиция мне подсказывала, что нам понадобится молоток. Нужно было ехать в строительный магазин. По дороге в город эти двое решили нас обогнать. Видимо, что-то пошло не так, и они впечатались в дом. Странный какой-то сегодня день. К счастью, медики приехали вовремя. Мгновение спустя, к нам подъехала синяя машина. Ребят, я тоже крэйзи. Я тоже стон. Черт, кто это? Фанат? Хейтер? Главное, чтобы не подкрепление стапкового лужка. Что в царе-то, зебра? Извините, пожалуйста, у вас садуру, что-то можно купить? У нас просто разборочки будут. В общем, и зебра вот этого. Зебра нас, во деда, убила вчера. Черт. Они теперь и им решили вынести мозг. Такими темпами они просто не доживут до назначенного времени. Уезжаем, где вы? Выезжаете, выезжаете, выезжаете. Я не могу. Выезжаете, свиньи, выезжаете. Я уже говорил, что день сегодня какой-то уж совсем странный. Оставалось 20 минут. Свинолюди из синей машины тоже решили к нам присоединиться. Они предложили нам свою помощь и оружие. Мы отказались. Нам еще нужно было успеть купить молоток. Мы купили молоток. Пару минут спустя мы были на тапковом лужке. Мы ждали их приезда. Пришлось даже поставить пару палаток для антуража. Я позвонил самым влиятельным людям этого штата. Время от времени я контролировал ситуацию через прицел снайперской винтовки. Я заметил их машину. Они опаздывали на одну минуту. Он приехал один. Свинолюди из синей машины тоже решили приехать на тапковый лужок. А второй где? А его посадили. Эля начала конкретный базар. Какие-то претензии? Да. У нас сына проколол. Понимаете, что у нас зубы все вылетели? Ты как бы обкакал мою машину. Ты тогда смотри, я оплачиваю тебе твои зубы по ходу в клинику. А ты оплачиваешь мне химчистку моего салона. После нескольких минут охренительных историй, я понял, что они обвиняли нас в стрельбе по их машине. Однако это были не мы. Судя по всему, его друг ударился от страха об руль и потерял зубы. Элю мучил. Совсем другой вопрос, зачем они насрали в ее машине. Так что стоял серьезный вопрос по поводу химчистки. Пару минут спустя я вызвал медика, чтобы наверняка узнать точную цену на восстановление зубов. Здравствуйте, медик. Добрый день. В общем, мы хотим у вас узнать, сколько стоит один зуб. Я считаю, что тысячу, это вот максимум. Ну, сейчас узнаем, сейчас узнаем. Семь с половиной тысячи один зуб. Как-то дорого получается. Нужно было искать вариант подешевле. Все еще был открыт другой вопрос. Он сказал, что у них есть автомойка. Он со своим другом смогут вычистить машину до блеска. В конечном итоге мы все поехали туда. Какая-то сомнительная автомойка. У нас были большие сомнения, что это их заведение. Я решил проверить документы, пока они разговаривали. Я был прав. Они тут не работают. В принципе, здесь стоит помыть машину за три тысячи долларов. Оттереть ее. Потому что воняет невыносимо. Подгоняешь сюда своего сотрудника, он моет вам полностью химчистку за три тысячи долларов. Его беззубый друг приехал как раз вовремя. Эля предложила бюджетный вариант по восстановлению зубов взамен на качественную химчистку. Спустя долгие споры, беззубый друг согласился. Все мы отошли в сторону. Намечалась серьезная зубодробительная операция. Я ему оплачу, который зуб нельзя восстановить, который вот в машине валялся весь раздробленный. А три я поставлю обратно. Открывай ротик. Операция шла полным ходом. Пациент потерял сознание от болевого шока. Нужно было закончить операцию. Немного шатаясь, он был снова готов к операции. Все прошло успешно. Зубы были на месте. Хоть я и не был в этом сильно уверен. Теперь настало время химчистки. Что-то пошло не так. Они сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Мы побежали за ними. Спустя мгновение мы их потеряли и больше никогда не видели. Либо они поехали по рельсам прям прямиком, либо свернули где-то. Странная получилась история. Короче говоря, мы зашли в GTA V RP. Редактор субтитров А.Семкин